Агентство Reuters со ссылкой на анонимные американские и египетские военно-дипломатические источники сообщило, что Россия якобы разместила 22 военных специалиста и неназванное число беспилотников на авиабазе в Египте рядом с ливийской границей, не приводя при этом подтверждений этой информации. Египетские военные официально эти данные категорически опровергают, комментариям российской стороны агентство не располагает. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Михайлович Джабаров сообщил, что это фейковая новость и не нужно обращать на нее внимание. Слава Джабарова, подобные вбросы это элементы информационной войны, которую теперь ведут все против всех. Президент общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов считает, что подобные вбросы со стороны англичан в большей степени происходят из-за того, что Британия разочарована провалом попыток Европы и Запада навязать в кабинет министров правительства Сараджа лиц извне, и что подобные провокации еще будут происходить. Андрей Петрович, вот на ваш взгляд, наши интересы в Ливии заключаются в чем? Вообще я должен сказать, что Россия сегодня на Ближнем Востоке это ярко выраженное государство, стабилизирующее ситуацию. И Ливия просто на сегодняшний день нуждается в том, чтобы и Россия подключилась к этому процессу внутри государства. Но как бы за все не ухватишься, наша проблема сейчас разрешит сирийский кризис. Но Ливия это чрезвычайно уникальное государство, и не случайно на него так серьезно бросились Соединенные Штаты в свое время при администрации Барака Обама с своей коалицией. Причем Барак Обама публично признал свою ошибку в Ливии. Так вот, эти ошибки, скорее всего, придется исправлять. Или хотели бы, чтобы исправляла Россия. Если говорить о нефтяных залежах, у кого на богатейшие ресурсы Ливии есть зуб? Конечно же, все интересы государств, которые в состоянии провести разработку этих уникальных нефтяных разработок, конечно, они там переплетаются. И они хотели бы поделить эту страну между этими нефтеносными вышками, которые бы качали нефть в карман свой. Но этот процесс на сегодня еще затруднен всевозможными проблемами, так скажем, определения, кто же будет руководящим правительством или руководящим звеном государства. Ведь на сегодняшний день два-три правительства, которые одни имеют, другие декларируют, третьи просто воюют. А на кого ставку делаем мы? Ну, конечно, мы делаем ставку на тех, у кого сила, на те, которые контролируют позицию, на те, кто стремится. Это, конечно же, генерал Хафас. Хафтар. Вообще, если вспомнить то, о чем говорил в свое время Муаммар Каддафи, человек наговорил очень многое, он сказал, что Ливия является щитом, который защищает Европу от наплыва мигрантов из Африки. Если они уничтожат Ливию, то все мигранты ринутся к ним. Зачем в таком случае? Европейцы это знали. Зачем тогда они допустили падение режима Муаммар Каддафи, который сдерживал то, что сейчас называется главным вызовом для всех западноевропейских стран? Да, официально он предупредил где-то за полгода до трагедии о том, что Ливия на самом деле есть серьезная преграда для потока нерегулируемой миграции. Но видите ли как? Ошибка Соединенных Штатов Америки, которую признается президент, 44-й президент. Более того, в эту ошибку он втягивает Европу, НАТО и все государства, которые готовы идти в форматоре и шли. И, конечно же, в этой ситуации, не задумываясь над последствиями, они принимают решения и также участвуют в этом ужасном разделе государства. Вот и получается выражение нашего президента. А понимаете ли то, что вы натворили? Это как раз касается ситуации, которая произошла в этом государстве. А они понимают, что они натворили? На сегодняшний день они, даже если понимают, они хотят признавать. Придут на смену те люди, которые будут заниматься внутренними вопросами и выстраивать внешнюю политику европейских государств с учетом того, чтобы не повторять такие ошибки. Нам бы хотелось это надеяться. Придут смена либерального руководства, которое себя дискредитировало во многих европейских государствах. Придут более яркие личности, которые, пусть они в какой-то степени популисты сегодня, но они возьмут на себя ответственность за преобразование своих государств. А это взаимосвязано и с продуманной внешней политикой, как примат внутренней политики, где они не должны допускать подобного рода ошибки. Можно ли сказать, что с восстановлением Ливии прекратится миграционный поток в Европе? К сожалению, нет. Во-первых, сам процесс восстановления в ближайшее время затруднительный, да и в дальнейшем он чрезвычайно еще не перспективен, как это все будет решаться. А ведь поток на сегодняшний день идет, это Афганистан, это Ирак, это Сирия, это государство Северной Африки. Вы понимаете, остановить эти все потоки, да? Давайте не будем забывать предупреждение Организации Объединенных Наций о том, что 20 миллионов человек голодает. Это трагедия, это катастрофа в Йемене, в Южном Судане, в Сомали, в Нигерии. Эти же люди будут вынуждены уходить от этого ада. Куда? Конечно, в Европу. И не хотят оставаться в Южной Европе. Ведь там пособия не столь высокие. Они стремятся в Северную Европу. И трагедия, с которым вот сейчас столкнется население, это 20 миллионов, прежде всего столкнется Европа. Вот сейчас надо об этом думать. Или иначе получится как с Ливией. Получится как с Ливией, уже в масштабах всей Европы. Результаты, следствие. Нет, следствие. Ливию разбомбили, поток беженцев пошел. Сейчас начинают спрашивать, понимаем ли, что натворили. То же самое произойдет. Сейчас не принимаются меры в Йемене, в Южном Судане. Также я говорил, в Сомали, в Нигерии. И эти люди опять пойдут в Европу. И я думаю, что, наверное, сегодня мы коснемся проблемы Турции. Которая должна стать барьером. И якобы есть барьер. Но этот барьер тоже. Сегодня барьер, завтра не барьер. Что тогда произойдет с Европой? Это такой, в принципе, риторический вопрос. А вообще, вам как кажется, европейский миграционный кризис, он может быть разрешен? Вот на данном этапе. Можно ли отмотать все и принять какие-то меры для того, чтобы никаких последствий негативных для европейских стран не было? Конечно. Вот на сегодняшний день Меркель уже готовит выселение порядка 350 тысяч мигрантов, которые не отвечают тем требованиям, которые предъявит Германия. Для чего? Готовиться к выборам. Как же так? Иначе проблема не будет решена. А представьте себе, если Турция сегодня разоверет соглашение о том, чтобы использовать деньги, которые дает Евросоюз на сдерживание этого потока, или же поток мигрантов нерегулируемый из государства, о которых мы сейчас говорили, тоже пойдет через Турцию, Грецию, поднимется на север. Проблема выборов в Германии будет решена. Но тогда и во что превратятся государства европейского континента. Так что на сегодняшний день говорить о том, что проблему интеграции мигрантов в местное население, она решается, она не решается. А мигранты хотят интегрироваться в местное население? Да и не хотят они интегрироваться, так и титульные нации этого не решают. Так что говорить о разрешении конфликта, мне кажется, вот уже по пути некого выселения, регулирования, ограничения, вот только это естественный путь сдерживания вот этих процессов миграционных. Тогда только можно говорить о неком успехе Европы. Но это же противоречит либеральной политической модели, которая избрана европейским руководством. Вот почему мы сегодня и констатируем по всем государствам европейским смену либерального руководства на более яркие личности, которые настроены на более решительные меры. И все они рассматривают процесс миграции. Рассматривают его с позиции ограничений, с позиции жесткого определения норм и форм их регулирования, и вообще с позиции решения этого проблемы в масштабе Евросоюза. Вот почему и возникает ряд лидеров, которые мы ставим в один ряд, и они, видя ситуацию, они видят и Россию в общем архитектурном ансамбле безопасности. И здесь они готовы снимать санкции с России, потому что выгодно с Россией иметь дело. Редактор субтитров А.Семкин